Всем привет! Сегодня я буду готовить пражский торт в мультиварке. Мне потребуется 2 яйца, банка сгущенного молока, стакан муки, 3 столовые ложки какао, сода, погашенная уксусом. Это для теста. Сейчас буду делать тесто. Мне нужно смешать 2 яйца, банку сгущенки, и я буду делать тесто. Одну чайную ложку соды. Я ее сейчас погашу уксусом сразу. 3 столовые ложки какао. У меня вышло чуть больше, ничего страшного. 3 столовые ложки какао. И 1 стакан муки. Муку я уже просеяла. Все это я сейчас буду перемешивать блендером. Все тесто я перемешала, взбила. Беру кастрюлю мультиварки и смазываю ее сливочным маслом. Провязала сливочным маслом и нужно обсыпать мукой или можно манкой, чтобы корж не прилипал к стенкам кастрюли. Я обсыпаю мукой. Тесто перекладываем в кастрюлю мультиварки. Приложила тесто. Сейчас буду ставить на режим выпечка ровно 1 час. Выпечка 1 час. Пока у меня готовится бисквит, я приступаю к приготовлению крема. Для приготовления крема мне потребуется 2 стакана молока, 1,5 стакана сахара, 4 столовые ложки муки, 1 яйцо, 200 грамм сливочного масла и 4 столовые ложки какао-порошка. Я смешиваю 1 яйцо, 1,5 стакана сахара, 4 столовые ложки муки, а затем постепенно добавляю 1 стакан молока, перемешиваю, затем добавляю 2 стакан молока. Все хорошо перемешала, ставлю варить на медленный огонь до закипания. Как только появятся пузырьки, я буду снимать с огня. Затем мне необходимо данную смесь остудить. Все, у меня смесь закипела, появились пузырьки, я оставляю в сторонку и жду пока она полностью остынет. Тем временем у меня полностью приготовился бисквит. Я проверила с зубочисткой, зубочистка сухая. Достаю бисквит из чаши мультиварки, перекладываю на обычное блюдце и также отставляю в сторонку, чтобы он полностью остыл. То есть сейчас ждем, чтобы полностью остыл крем и чтобы полностью остыл бисквит. У меня остыл полностью крем, я добавляю сливочное масло и какао и буду взбивать. Крема у меня получилось достаточно много, поэтому я сейчас буду перекладывать в другую посуду. Я полностью остыл бисквит. Сейчас буду разделять его на три части с помощью ножа, с помощью нитки и затем промазывать хорошо кремом. Крема должно быть много, чтобы он хорошо пропитался. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... У меня оставался также жареный фундук и я решила украсить торт фундуком. Можно украсить по желанию, можно вообще не украшать. Я решила украсить орешками. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...